Уважаемые коллеги, Ассоциация врачей первичного звена приветствует вас на сайте. В первом полугодии 2022 года цикл вебинаров представлен 11 направлениями. Вебинары проходят в одно и то же время, каждую субботу и воскресенье. 15.30 по субботам курс Нутрициология. Лекции читает украинцев Сергей Евгеньевич и его коллеги. 15.30 по воскресеньям курс Лечебное питание. Природа для постановления здоровья. Научный руководитель Стримауков Анатолий Анатольевич. 16.00 курс Врач и инфекция. Лицом к опасности. Руководитель Чеботарева Татьяна Александровна. 16.30 курс по кардиологии. Читает Власова Надежда Леонидовна. Руководители наших направлений – это ведущие эксперты в своих областях. Вы сможете решить с ними самые сложные вопросы. Кстати, не забывайте задавать эти вопросы в окно «Вопрос электрон». 17.00 курс «Актуальные вопросы от риноларингологии». Ведут Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. 17.30 курс «Актуальные вопросы неонатологии». Читают Андрей Леонидович Заплатников и доцент Дементьев Александр Анатольевич. 18.00 курс «Нефрологии». Научный руководитель Мальцев Станислав Викторович. 18.30. Объединенный курс «Неврология для педиатров». Читает Валерий Петрович Зыков и курс «Рефлексотерапия». Читает Тян Виктория Николаевна. Доктора, мы приглашаем вас совершенствовать свои знания на нашем сайте. С нами всегда просто и удобно. 19.00. Курс «По общей врачебной практике». Читает Стримохов Анатолий Анатольевич. 19.30. Курс «Избранные вопросы эндоскопической урологии». Читают Шатохин Максим Николаевич и Борисенко Геннадий Георгиевич. 20.00. По воскресеньям курс «Живые легенды». Уникальное интервью с корефеями медицины. 20.00. Также приглашаем вас присоединиться к вебинарам нашего традиционного партнера «Ассоциации педиатров» на сайте www.edupediatrex.com. Научный руководитель Ирина Николаевна Захарова. Присоединяйтесь к вебинарам выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edupediatrex.ru. До встречи, выходные! Ассоциация «Сирано» рада представить новое мобильное приложение. Все возможности образовательного портала теперь в удобном формате на экране вашего телефона. Вы можете настроить личный профиль и получать уведомления о предстоящих конференциях и вебинарах. С удобным календарем легко выбрать интересующее вас мероприятие и зарегистрироваться на него. У вас появится возможность собрать свою библиотеку с полезной информацией. Уже скоро приложение будет доступно в App Store и Google Play. С мобильным сервисом «Сирано» образование станет ближе и удобнее. Добрый день, уважаемые коллеги! Уважаемый Александр Анатольевич, здравствуйте! Добрый день, уважаемые коллеги! Я напоминаю, что мы продолжаем цикл учебных вебинаров, посвященных вопросам диагностики, профилактики, лечения, патологии тех раннего возраста. И сегодня у нас в гостях доцент кафедры на энтологии имени профессора Гаврюшова Виктора Васильевича Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, кандидат медицинских наук, заведующий учебной частью этой кафедры, Александр Анатольевич Дементьев. Александр Анатольевич, вообще, как давно в нашей стране, мы говорим сейчас о России, но подразумеваем, что это проходило еще и в советские времена, наверное, как давно вообще в нашей стране проводится на натальный скрининг? Большое спасибо за вопрос. Вы знаете, уважаемые коллеги, у нас введение на натального скрининга проходило в несколько этапов. Первый этап, когда был введен первый раз на натальный скрининг, это приблизительно 1985 год, когда на территории Советского Союза производился след на такую врожденную наследственную патологию, как фенилкетонурия. Несколько позже, с 1993 года, было введено обязательно обследование на врожденный гипотиреоз. То есть, по сути, еще во времена Советского Союза на натальный скрининг на определенные заболевания наследственного генеза у новорожденных начали проводиться. Да, начали активно проводиться. Александр Анатольевич, а как Вы считаете, почему выбор пал в качестве, допустим, врожденного гипотиреоза, фенилкетонурии? Это что, наиболее частые наследственные заболевания или просто к тому моменту уже понимали тактику ведения таких пациентов, улучшения качества жизни их, возможность компенсировать телебойные осложнения этих состояний? Ну да, Вы знаете, очень достаточно интересный экскурс по одной простой причине. Впервые исследования и впервые попытки скринирования данных заболеваний проводился еще в конце 60-х годов. И впервые рекомендации ВОЗа по проведению скрининга были предложены конкретно на фенилкетонурии. Это был 1968 год. Вопрос заключался только лишь в одном. Если говорить вообще о таковом на натальном скринировании, задача этого скринирования – как можно более раннее выявление тех наследственных заболеваний, лечение которых в раннем этапе давало бы очень положительный результат и не приводило бы к возникновению инвалидности. То есть, по сути, вот к сегодняшнему дню, когда генетические возможности позволяют верифицировать очень большое количество наследственных заболеваний, проводить целесообразный скрининг на ту патологию, которая не просто выявляется, но и есть эффективный способ ведения этих пациентов. Да, достаточно простой способ ведения данных пациентов. Вот поэтому впервые было произвено скринирование на фенилкетонурии, затем на врожденный гипотириоз. Но чуть позже, это уже в России, в 2006 году было предложено дополнительное исследование на еще три наследственные патологии. То есть, стали обследовать детей на галактоземию, муковиседоз и так называемый адреногенитальный синдром. Ну, мы объединяем под маркой этого синдрома различные варианты врожденной дисфункции коронопочеков. Александр Анатольевич, на сегодняшний день это уже стало рутиной. На антологическая практика обязательно должна сопровождаться на антальным скринингом в России на пять наследственных заболеваний. Но вопрос, вы перечислили все эти заболевания, мы сегодня понимаем, что очень активно идет ранняя выписка новорожденных. Если можно, уточните, пожалуйста, сроки, когда должны проводить мы скрининг на эти наследственные заболевания у доношенных и у недоношенных. И чем отличаются эти сроки? Почему нельзя было бы всех детей в одно и то же время, независимо от гистационного возраста, к моменту их рождения обследовать? По одной простой причине. То, что касается строго декретированных сроков проведения неонатального скрининга, независимо от времени выписки и, по большому счету, даже состояния новорожденного ребенка. Оно проводится в строго декретированные сроки. Если мы говорим о доношенных и даже переношенных детях, то сроки проведения скринирования на данные патологии проводятся на четвертые и пятые сутки жизни. Если мы будем говорить о так называемых недоношенных детей, то в этой ситуации скринирование проводится двукратно. Первый раз это седьмые сутки жизни и второй раз повторно на четырнадцатые сутки жизни. Притом, это скринирование обязательно проводится в строго декретированные сроки, независимо от того, где находится ребенок. В случае, все-таки, как вы считаете, почему нельзя было бы унифицировать? Ведь это определенные трудности для новорожденной службы. Доношенные четвертые и пятые сутки, а недоношенные в седьмые сутки. Почему выбор? К великому сожалению, данный вариант скринирования связан с особенностями строения эндокринной системы детей, а также с спецификой состава грудного молока, в частности молозива. Мы не можем обследовать более ранние сроки на предмет фенилкетанурии и врожденного гипотириоза. Так как в грудном молоке, точнее гравмолозии, в первые трое-четверо соток отсутствует как таковой фенилаланин. И самое главное, учитывая то, что все дети, независимо от гестационного срока, в момент рождения испытывают, я бы так сказал, тиреоидный криз, то есть активный выброс гормонов щитовидной железы, достаточно тяжело оценить уровень тиреотропного гормона именно в эти декретированные сроки. То есть необходимо переждать вот этот острый период адаптации, для того чтобы, назовем, вы нас понимаете, вот этот гормональный стресс уже был на излете, и мы могли бы оперировать более достоверно теми данными, которые направлены на выявление, допустим, тиреоидных гормонов, которые выявляются. Понятно. Хорошо. Спасибо за это уточнение. А как вы считаете, все-таки какие-то особенности накладывает сейчас ранняя выписка новорожденных детей на теперь уже педиатрическую службу? Если мы говорим о ненатологах, недоношенные дети, да, вероятнее всего, они остаются в отделениях к этому моменту, седьмые сутки, а доношенные дети, здоровые доношенные дети, пятым суткам уже дома. В этом случае скринирование в строго декретированные сроки при ранней выписке проводится непосредственно на участке. На самом деле в данной ситуации это проводит соответствующая участковая медсестра под контролем участкового педиатра, и после соответствующего обследования данные направляются в соответствующий скрининговый центр, где проводится соответствующее обследование. То есть в каждом регионе, на каждой территории есть определенный центр, функции которого как раз определены соответствующими переказами по обеспечению постановок реакции на выявление, на раннюю диагностику этих наследственных заболеваний, о которых вы говорили. Есть ли какие-то жесткие привязки к моменту забора пробы у ребенка, допустим капиллярная кровь забранная у ребенка, высушили на специально этой планшетке, а в дальнейшем как быстро надо доставить в этот центр? Есть какие-то ограничения? Вы знаете, после высушивания соответствующей бумажки, так называемой фильтрованной бумаги, данные об обследовании о наследственной клинике должны быть доставлены в течение 24 часов от момента соответствующего исследования. Нами требования выполняемые, мы должны в течение первых суток с момента забора обеспечить доставку этого материала в центр, который занимается скринингом наследственных заболеваний. Почему ограничены временные рамки? Да потому что тогда результаты могут быть нарушены, постановка этой реакции может быть ложно-отрицательной, если мы запоздаем с доставкой этого материала. Еще, Андрей Леонидович, мне хотелось бы добавить, желательно, условия забора скрининга даже в домашних условиях. Очень и очень желательно, чтобы ребенок как минимум за 3 часа, то есть за 3 часа до скринирования не получал пищи. То есть должна быть определенная временная пауза между приемом пищи и проведением скрининга. При этом очень нежелательно, чтобы в момент скринирования проводились какие бы то ни было манипуляции с ребенком. Если по демленным причинам все-таки ребенку была назначена на втором этапе выхаживания так называемая антибактериальная терапия, отметка на вот этой фильтрованной бумаге должна быть сделана обязательно, потому что существуют определенные погрешности в данной ситуации. И даже исходя из этого возможно повторное обследование недоношенных детей на соответствующую патологию. Александр Анатольевич, вообще вот эти технические нюансы, о которых Вы сейчас говорили, они играют очень большое значение. Пяточка должна быть чистая, следов кала там не должно быть, потому что находящийся трепсин в каловых масках может привести к ложноположительному результату. И вот все эти детали, они должны быть очень хорошо понятны для тех, кто осуществляет забор материала. Поэтому вероятнее всего мы обращаемся сейчас и к педиатрам, и к нанотологам проводить все время инструктаж среднего медицинского персонала, кто непосредственно выполняет забор материала для того, чтобы четко соблюдать регламентирующие вот эти вот положения. Чтобы помимо того, что она должна быть пяточка чистая, должна быть обработана спиртом, притом берется методом пяточки капли, не первой, а именно второй, и диаметр должен быть кружка не менее 14 миллиметров. Не наслаиваясь друг на друга эти капли должны быть. Их должно быть минимум пять. Да. Это обязательно обследование. Александр Анатольевич, ну может такое случиться, что сегодня участвуют в нашем вебинаре не только нанотологи, которые хорошо знают и технические условия, и сами проводили не раз уже это обследование, а педиатры, которым только предстоит столкнуться с этим. Если вы не против, подготовьте слайд, чтобы была видна эта фильтрованная бумажка, как мы ее назвали, с изображением на слайде, чтобы мы показали это все. И, наверное, это будет в качестве наглядной такой инструкции для врачей и педиатров, у которых обязательно сейчас увеличится количество таких пациентов, поскольку ранняя выписка – это стратегическая линия. И мы будем получать все больше и больше деток к третьим суткам жизни, с момента рождения. А значит, скрининг будет в виде не уже педиатра, у здоровых доношенных детей. Так. С момента поступления в центр, генетический центр скрининга, постановка реакции и результаты. В течение какого времени должны быть доложены в то лечебное учреждение, где происходил забор? Ну, вы знаете, если говорить о сроках получения результатов, то первый момент, к величайшему счастью. Если результаты на нейонатальный скрининг отрицательны, то в этом случае никто не оповещается о проведении данного исследования. Если же в том случае, если возникает какой бы то ни было положительный результат на ту или иную наследственную патологию, в течение 24 часов от момента появления данной патологии обязательно должно быть сообщение в соответствующее лечебное учреждение, где находится данный конкретный ребенок. Мало этого, в ответ на поступивший запрос руководитель данного медицинского учреждения обязан в течение 48 часов сделать повторный нейонатальный скрининг и этот результат отправить в соответствующий центр. То есть фактически РТС должен быть выполнен после получения... 24 часа. После того, когда он получает максимально, через сутки уже должен быть повторный тест выполнен. Это абсолютно идеальный вариант, потому что, к величайшему сожалению, если говорить об официальных данных, которые существуют, возьмем самые элементарные заболевания, то есть основные заболевания, с которыми нам приходится сталкиваться. Это прежде всего врожденный гипотиреоз. Какие существуют рекомендации? Идеальный вариант, чтобы сохранить нормальное здоровье новорожденного ребенка, заместительная гормональная терапия должна быть назначена не позднее третьей недели жизни. Если мы говорим о таком наследственном, очень неблагоприятном заболевании, как галактоземия, идеальный вариант заместительной терапии, прежде всего питанием, это... Ну, наверное, диета-терапия, правильно сказать. Да, диета-терапия, это более правильно. После 10-го дня жизни, с 10-го дня жизни. Это как бы идеальный вариант. В этом случае психомоторное развитие ребенка и неврология практически не страдают. Поэтому, чем более ранний результат, тем лучше. Собственно, на это и направлен скрининг. Раннее выявление, подтверждение диагноза и назначение адекватной терапии, в зависимости от той патологии, которая есть. Александр Анатольевич, ну, тем не менее, Вы несколько раз подчеркнули, что результаты скрининга, если они положительные, направляются из центра в адрес того лечебного учреждения, который был указан при нахождении ребенка в роддоме. Но как же так получается, что иногда оказывается, что скрининг был положительный, а лечебное учреждение, детская поликлиника, об этом ничего не знает. Хотя центр показывает, что мы отправили эти результаты в течение 24 часов, как только был выявлен положительный скрининг. Ну, Вы знаете, и за счет этого происходит определенная потеря среди детского населения в плане наследственной патологии по одной простой причине. Адрес указывается в роддоспомогательном учреждении самими родителями. Естественно, сведения... То есть адрес по месту проживания ребенка после рождения. Проживания ребенка указывают непосредственно родителей в этой ситуации. И в этом случае все данные о отклонении в скрининге отправляются, естественно, по тому месту жительства, в ту поликлиник, который был указан в истории развития ребенка. А ребенок должен находиться фактически по другому адресу и наблюдаться в другой поликлинике в этот момент может. И никто тогда не сможет получить эти результаты нентального скрининга. Александр Анатольевич, я думаю, что, наверное, вот здесь, в первую очередь, ненатологи должны усилить эту работу при общении с матерью, показывая ей, что всю ответственность за неоказание помощи ребенку, если вдруг скрининг будет положительный, должна нести сама семья. Именно поэтому они должны указывать правильный адрес фактического пребывания ребенка после выписки из роддома. Мне кажется, что мы должны, может быть, даже несколько раз на эту тему с матерью говорить, выписывая ребенка, что скрининг взят, результаты будут известны, но, пожалуйста, уточните, по этому ли адресу ребенок будет находиться. Либо же в случае экстренного переезда они должны хотя бы сообщить об этом районную поликлинику, куда они переезжают, то есть адрес фактического проживания. Согласен, что мы будем дальше наблюдаться по такому-то адресу в такой-то поликлинике в связи с тем, что мы сейчас меняем временно либо постоянно место жительства ребенка. Да. Я благодарю, Александр Анатольевич, вас за сегодняшний разговор. И, если можно, в заключении, в качестве вывода, мы с вами говорили только о каких-то деталях, о технических особенностях, о накладках, которые могут быть. А стоит ли вся эта программа? По всей стране идет на натальный скрининг. Рождаются дети тысячи, детей рождаются. Рождаются огромные деньги. На самом деле, эффективна эта вся программа или нет? Да. Эта программа, она действительно эффективна, потому что она позволяет сохранить детское население и сохранить его здорово в этом случае. И те денежные средства, которые затрачены на проведение данного скрининга абсолютно, на мой взгляд, себя оправдывают. Это позволяет выявлять на раннем этапе соответствующую наследственную патологию и проводить ее коррекцию, что позволяет сохранить качество жизни ребенка и, естественно, его родителей. То есть мы сохраняем потенциал страны в этой ситуации. Таким образом, доктора, понятно, что на сегодняшний день тестирование на пять наследственных заболеваний на натальном периоде – это только начальный этап, по сути. Мы должны стремиться к тому, чтобы достижения науки, имеющиеся сегодня возможности экономические, расширяли спектр на натального скрининга, выявляя другую, очень серьезную наследственную патологию и своевременно позволяли детям получать адекватную терапию, что позволит им расти, развиваться без потерь для общества и страны в целом. Спасибо большое. Если у вас возникают вопросы, присылайте, пожалуйста, на сайт нашей ассоциации. Мы в режиме общения с вами, в электронном режиме, в дистанционном режиме постараемся ответить на эти вопросы. И для того, чтобы они были более корректны, я, с вашего позволения, подключу к ответу на этих вопросах врача-педиатра, врача-нанотолога, доцента кафедры нанотологии имени профессора Виктора Васильевича Гаврившова Российской медицинской академии непрерывного образования Александра Анатольевича Гементьева, который сегодня отвечал на наши вопросы в течение вебинара. Спасибо. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.